МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Моя планета в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях настоящий герой. Воспитанники Молодежной региональной организации «Вятичи» и руководитель Сергей Анатольевич Михайлов. Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Здравствуйте, ребята! Поздравляем вас с званием, с медалями. Сергей Анатольевич, за что награждены ваши бойцы? Наши бойцы награждены за реальный подвиг, который они совершили прошлым летом. Находясь на отдыхе, на сборах, они спасли мальчика и женщину, которых унесло на дуном матрасе в море. Так сложилась ситуация, что на берегу не оказалось ни спасателей, не было никаких мобильных средств, там, модных мотоциклов, катеров. Вот так вот получилось. И оценив обстановку, мы приняли решение, что одного из наших курсантов мы послали искать спасателей, а мы втроем с мальчишками поплыли за этим надувным матрасом, потому что сильный ветер относил все дальше и дальше в море. В общем, вся процедура, ну, мальчишки расскажут потом, у нас заняла обратно где-то минут, наверное, 40-50. Это мы 40-50 минут обратно тащили вот этих вот людей обратно к берегу. Вы услышали крики и незамедлительно бросились на помощь? Мы купались, отдыхали, не обращали внимания вообще, что происходит вокруг, и просто случайно, абсолютно услышали крик мальчика. Когда мы уже доплыли до этого матраса, мальчик был уже практически без сознания, женщина тоже бесила, то есть они уже сдались и просто-напросто уже уносили эти матрасы в море, и в принципе они уже не сопротивлялись. Как так случилось, что их уносила, и они ничего не могли сделать? Мальчик маленький, женщина просто уже устала сопротивляться против ветра на матрасе. Вот если они без матраса поплыли к берегу, они, может быть, доплыли. На матрасе против ветра, ну, практически невозможно доплыть. Ну, то есть этот... Они выбили все силы, их просто не уйдет дальше в море, а мама уже ребенка держала, потому что ребенок уже упал с матраса и был в воде. Приближается пляжный сезон, приближается лето, конечно же, все отправятся на отдых, на море. Вот все-таки вы бы не рекомендовали, наверное, после этой ситуации на матрасе так легко и просто лежать, отдыхать, и уж тем более засыпать. Существует зона купания, существуют буйки, существуют организованные пляжи. Ну, во-первых, любой нормальный родитель должен организовывать купание на организованном пляже, на том месте, где есть спасатели, где оборудованная зона, потому что мы купались на... там есть такой пляж, Казантип, так называемый. Там буйки, там есть спасатели, там есть все, но это немножко в стороне. А не оборудованы дикие пляжи с детьми, без надзора, так, ну, это, конечно, опасно. Ну, то есть, ну, это на совести родителей. Ну, слава Богу, что обстоятельства сложились так, что вы были рядом, и ребята пришли на помощь. Александр, вот расскажи, что чувствовал в тот момент, когда вы пытались спасти этих людей, когда плыли к ним, понимали, что их уносит в море, что расстояние большое, что, ну, буквально счет идет на какие-то доли секунд. Ну, на самом деле это было очень волнительно, потому что потерять жизни людей из-за своей оплошности, но это тоже как-то обидно, потому что ты знаешь, что ты можешь помочь, знаешь, что можешь оказать помощь, ничего для этого не делаешь, но это упущение, скажем так. И когда время шло на считанные секунды жизни, просто люди могли умереть, мы не растерялись, мы поплыли дальше спасать людей. У нас на пляже было, в принципе, семь курсантов, и семи курсантов я выбрал только двоих, и рассчитывая их на их физическую подготовку, четко зная, что они доплывут туда-обратно, потому что бездумно броситься в воду и спасать людей, не доплыть и утонуть, это не стоит спасения, то есть это неправильная работа. Здесь были выбраны самые сильные и самые подготовленные. А, скажем так, мальчишка, который побежал, то есть я знал, что он бежит, и там дойдет спасателей. Но вот к этому времени, пока мы что-то попытаемся сделать. То есть любая спасательная работа, ну это я говорю как в прошлом бывший спасатель, не имеет смысла, если, скажем так, неправильный расчет, при этом погибли сами спасатели. Ну, бывает, спасатели погибли, там, завалило, там, что-то еще произошло. Но если взять слабых детей, эти дети просто не умеющие плавать, ну это была бы глупость. Вы оказались в нужное время в нужном месте. Сильные, подготовленные ребята, которые занимаются пятиборью. Это вот, кстати, один из аспектов вашей организации. Вы уделяете этому особое внимание, подготовке ребят, чтобы они умели себя правильно вести в той или иной чрезвычайной ситуации. Смысл занятия в клубе, в любом военно-патриотическом, это не только начальная военная подготовка, а это именно подготовка действий в экстремальных ситуациях. То есть это пожары, это действия в лесу. Например, те же самые школьники могут заблудиться в лесу, там, ну с родителями, с классом, как угодно. У них могут быть проблемы во время любого похода самого простого, опять же, в лесу, в горной местности. И вот наши курсанты как раз проходят всю эту подготовку. Действия именно в экстремальных ситуациях. Оказание первой помощи. Даже элементарная ситуация, как действовать, когда укусила там змея, клещ. Ну, то есть это все отрабатывается. И, опять же, та же ситуация, которая произошла, ну, у них не первая такая ситуация со спасением. Они помогали где-то, наверное, года два или три назад отдыхающим детям с Орленка. Тоже так получилась такая ситуация. Ну, много таких ситуаций возникает. Просто это была такая слишком яркая такая ситуация, которая возникла с этим ребенком и женщиной. Вот, поэтому вот ребята отмечены знаками за содействие морской пехоте. Что это за медали, что это за знаки? Кто их вручал? На самом деле это очень серьезный знак. Это, ну, как мы называем медаль, но это почетный знак. Это знак утвержден Ассоциацией морских пехотинцев «Тайфун». Эти медали награждают и участников боевых действий, и вот таких вот людей, кто совершил какие-то там подвиги, трудовые. Ну, любые подвиги, потому что трудовой – это тоже подвиг. И эти медали награждались в рамках совместного программы «Россия и Беларусь. Морское бороство нерешимо». Это наша морская программа. Вот, руководитель ее – Арсений Креницкий, сержант морской пехоты, участник боевых действий. И вот их награждали эти медали в присутствии героев России, героев Советского Союза, кавалеров орденов мужества, заслуженных людей. И вручал им медаль тоже, по-моему, героев Советского Союза вам вручал. Саш, что чувствовал ты в тот момент, когда тебе вручили эту медаль? Если честно, я был дико взволнован, потому что главное – помогать людям. Не главное – награда, а главное – людям помогать. И когда вручали почетный знак, можно сказать, я с одной стороны был рад, а с другой стороны боялся, что многие люди об этом узнают. Как бы не люблю афишировать, люблю, когда все в своих законных рамках. Ну, тем не менее, сегодня ты в нашей студии, и мы очень рады тому, что вы приняли приглашение, потому что, конечно же, хотелось рассказать о вас, рассказать о вашем подвиге. Дим, тебе слово, бери микрофон. Вот как ты вел себя, что ты чувствовал в тот момент, находясь в такой экстремальной ситуации? Меня позвали, я пришел, ну, как бы я тоже видел из-за вдалеке, что что-то не то, и понимал, что это очень опасно, и очень быстро надо будет плыть, помочь, пока мы все не оказались уже далеко от берега, чтобы этого не произошло. Но когда мы приплыли, мы также от усталости могли дальше отплыть вместе с матрасами, потому что, ну, вдруг бы не хватило сил, поэтому надо было все делать очень быстро. Ну, там ситуация такая, что если бы ребенок не упал с матраса, в принципе, можно было как-то дождаться спасателей. Но самое интересное, что за это время, вот, если бы мы этого не сделали, просто, наоборот, мама не смогла бы держать этого ребенка. Она же потом сказала, что, говорит, я его держал уже из последних сил, и, говорит, я не понимал, что происходило уже. Ну, то есть, в любом случае, скажем так, наш расчет оказался правильным, и это самое оказалось верным. Ребята пошли потом дальше играть в волейбол, пошли потом дальше купаться, когда отдохнули. То есть, дело-то не в том, чтобы получить какую-то награду или какую-то благодарность за какое-то такое сделано. Они сделали свое дело, то, что они должны были сделать, как граждане Российской Федерации, как мужчина, как что. Они выполнили свой долг, вот для чего родился мужчина. То есть, они, в принципе, уже не мальчики, они уже мужчины. Они выполнили то, что они должны были сделать. Причем, не просто, вот, нерассудительно бросившись в воду, а понимая, что они это могут сделать. То есть, если бы мы знали, что мы это сделать не можем, мы даже бы не дергались. Потому что, ну, ситуация такая. Так что, все сделано правильно. Ребята выполнили свою первую, свою мужскую обязанность, скажем так, такую серьезную. И выполнили хорошо. Спасли жизни двух людей. Дим, что ты чувствовал, когда вручали вот этот знак? Я был очень сильно взволнован. Ну, как сказал Сергей Анатольевич, это чувство долга. То есть, я, ну, во время спасения я не чувствовал то, что дадут награду. Я чувствовал, что это мой долг. Я должен это сделать. Никак иначе. Сергей Анатольевич, ну, конечно же, вам вопрос. Вас награждали Ваших ребят, Ваших курсантов. Вот Ваши эмоции в этот момент. Ну, для нас это значит, что в конце концов работа проходит не зря. И воспитываются нормальные мальчишки, которые на что-то способны. То есть, это самое главное. Не на словах, а на деле что-то могут сделать. Ну, вот и сделать не просто, а сделать это профессионально, серьезно, без каких-то проблем. Могу себя похвалить, хорошая подготовка. Я работал не зря. Ну, наверное. Сергей Анатольевич, приближается лето. Планы, график Вашей организации всегда очень насыщенные. Что впереди? Каким оно будет для Вас? Ну, впереди ситуация такая, что работы очень много. Планы грандиозные, планы большие. Все зависит, конечно, от помощи нашей администрации. Прежде всего, Жаворонской администрации, потому что поддержка очень большая идет со стороны главы и замов. Ближайший наш план, это не лето, а это буквально воскресенье. Мы уезжаем с группой юнормейцев, наших кадет. Это Краснодарский край, на родину героя России Маренкова. Это, чье имя присвоено нашему клубу. Мы будем проводить военно-спортивную игру. Где-то на сегодняшний день у нас 3000 участников. То есть это школы именно Краснодарского края. И мы эту игру проводим благодаря... Это подарок, скажем так, администрации Жаворонского поселения для Краснодарского края, на родине героя России. То есть полностью все расходы поездки? Все расходы. Это и наши. У нас наконец-то появились, скажем так, это не спонсоры, это товарищи и коллеги. Ну, я сейчас расскажу про них, если надо будет. Вот. Ну, это наша обязанность. Это родина героя России. Это школа, в которой он учился. И задача военно-патриотических клубов, это не только воспитывать вот таких вот мальчишек. А это еще основная задача, что память о погибших офицерах, солдат, в конце концов, вот расходилась по стране. Получается такая ситуация, что да, люди герои, вот он России. И, в принципе, эта информация остается на уровне того подразделения, где он служил и родни. Вот. Мы пошли немножко другим путем. Ну, здесь включился в работу мой брат, офицер подразделения антирора Альфа, Дмитрий. Его коллеги с группы стали приезжать к нам в клуб. Это друзья, которые тоже бывшие офицеры, служившие там и в горячих точках, и выполняющие специальные задачи. Вот. Даже байкерский клуб. Вот. У нас теперь символика на форме, связанная с байкерским клубом, это международное боевое братство. Они, у них название, ну, как боевое братство, то есть это взрослые люди. У нас, соответственно, в наших клубах среди детей пошло новое название братишки. То есть, если взрослые, это боевые братья, подростки, это братишки. Будут ли совместные мероприятия? Будут, есть даже вплоть до того, что решается вопрос, у нас есть такой план создать свой подростковый байкерский клуб. То есть, это вообще сумасшедшая идея, это подобрать, скажем так, и убрать с дорог тех детей, у которых есть права на мотосредства. Как-то все это организовать, вести это под патриотическое начало, это памятники, какие-то поездки, ну, в общем, такие небольшие, но все под символикой, скажем так, вот боевого братства международного. План на лето у нас сборы. Мы хотим съездить в 282-й учебный центр, провести там сборы. Это часть химики, то есть, они нам предоставляют бронеспортеры, технику, ребята проходят плановую подготовку вместе с контрактниками, офицерами. Очень хотелось бы съездить в Севастополь в нашу часть спецназа ВМФ, там, где ребята постоянно у нас занимаются. Это и водолазная подготовка, горная подготовка. И, кроме того, у нас сложились великолепные отношения с школами Севастополя. И нас приглашают в Севастополь провести, опять же, военно-спортивную игру уже в новом парке «Патриот», который создается рядом с 30-й батареей. То есть, у нас и там сложились хорошие отношения. В общем, лето будет разъездное. Да, лето будет разъездное. И самое главное, что мы стали делать с ветеранами спецподразделений, ветеранами ВМФ, мы стали создавать вот это новое движение «Братишки». И мы по всем школам сейчас, где наши клубы, присваиваем клуб имена героев. То есть, если, например, наш клуб – это Маренкова, Герой России с Альфы парня. Жавронская, Ликинская школа у нас получила имя Героя России нашего, жителей нашего Одинцовского района, Головашкина. Уже получили флаг, уже символика, во все школы новая форма. Буквально 8 мая Зареченская школа получает имя «Кавалер Ордена Мужества Панина Игоря». Следующая школа у нас будет – это Жавронская школа, будет получать тоже имена героев. И Перхужская школа. Дети получают символику, шевроны. Дети, которые не в клубах, но хотят быть в «Братишках», получают значки именные. Так что такая работа большая проводится. Но вы, как всегда, набираете к себе курсантов? Да, курсантов набираем, но отбор стал еще жестче. Потому что пришли, очень много детей приходит. Но, скажем так, вот саму основную структуру, вот «Вятич» – отбор жесткий. В школах, вот, например, у нас Дмитрий сидит рядышком. Он является руководителем, скажем так, филиала в своей школе, вот этого отряда «Братишки». Он привел уже пять человек, они ходят уже в форме, с символикой «Братишек», они уже «Братишки». «Братишки» расширяются. И так в каждой школе. Ну и задача, то есть, курсанты «Вятичей» будут создавать на базе своих школ вот такие филиалы. Ну, это основная задача, да, что у нас внутри «Вятич» они проходят основную подготовку, начальную военную, специальную, медицинскую. И потом эти занятия они приносят в свои школы. Насколько охотно дети включаются и принимают участие в работе вот этой организации? Для меня это жизнь. То есть, я этим, мне это очень сильно нравится, я этим готов заниматься, хоть до потери сознания. Детям, не всем, конечно, но большинство тоже нравится. Если их как-то, как вести это в игру сначала, то они этим занимаются продолжительное время, потом, конечно, успокаиваются. И когда ты начинаешь давать им новые знания, это уже как взрослые люди, они начинают понимать, что это надо, что это круто, что это супер. Саша, вот что тебе дают занятия «Вятичах»? Ну, во-первых, это физическая подготовка, это, скажем так, план на остановление из-за пацана мужчину. В-третьих, это закаливание стержня. В-четвертых, это реальная жизнь. То есть, без этого уже нельзя жить. Как начинаешь, как вживляешься во все поездки, во всю эту жизнь, ты уже не понимаешь жизни без всего этого. Без, допустим, разбирания автомата, без всяких выездов. И вообще, все каникулы, когда сижу дома, я скучаю по тем же горам и по тем же выездам. Я благодарен Сергею Анатольевичу и всем, кто работает с этим клубом и кто работает в этом клубе. Что бы вы пожелали, наверное, родителям пацанов, которые еще не вступили в ваши ряды? Ну, в наши ряды братишек может вступить вообще каждый желающий ребенок, даже не только ребенок. А вот опять же, вот возвращаться, если возвращаемся к братишкам и к будущему нашему мото-движению, пожалуйста, могут и взрослые. Символика братишек на кожаной куртке не мешает быть братишкой при выполнении любой задачи. Кроме того, у нас еще сейчас появляется новая стрелковая секция. Вот опять же ветераны, там и Дмитрий Масалов, и Дмитрий Михайлов помогают создавать спортивную секцию стрелковую, профессиональную. Вот, то есть, пожалуйста, пускай дети приходят, если они подходят нам, если они хотят заниматься сами. Не родители, а дети хотят заниматься. Мы с ними готовы заниматься. Те, кто занимаются не в клубе, вот преподаватели такие, как Дмитрий, занимаются с ними в школах. А дальше, пускай каждый выбор делает сам. Вы выбор свой сделали. Мы еще раз поздравляем вас с наградами. Спасибо, что вы у нас есть. Гордимся вами. Спасибо, что были сегодня с нами. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok